Говорят, что все процессы, в том числе и общественно-политические, сейчас многократно ускорились. То, на что раньше требовалось 100-200 лет, сейчас укладывается в 5-10 лет, и с этим уже никто не спорит. Возьмем, к примеру, Римскую империю с ее августами, каллигулами и нейронами. Ведь сколько понадобилось веселых императоров, сколько было съедено блюд из языков павлинов, пока империя не затрещала и не разделилась на две части. Сейчас достаточно было только одного случая утверждения коня инцитата депутатам Бундестага, например, чтобы поднялся скандал до неба, и веселого инициатора этого дела повезли в соответствующее лечебное заведение. Раньше для этого требовалось несколько сеансов. В данном случае нас интересует Восточная Римская империя, которая стала называться Византией со столицы в городе Константинополь. Падение города и всей империи было неизбежным после того, как киевский князь Олег прибил к стенам города свой щит, на котором черным маркером расписались все его дружинники. Только слепой не мог услышать, как Мойра стала резать нитку с надписью «Византия». Но нитка оказалась крепкая, и Киев поглотила волна другой империи – Ордынской. Мало того, город был не просто захвачен, а полностью разрушен. Однако в тот момент один из приближенных Ханабатея заметил ему. «Вот это, Батый Алоизыч, вы зря сделали. Чует мое сердце, добром это не кончится». Войско еще прошло по инерции до Аламутса и Триеста, но задор уже был не тот, и движение сначала остановилось, потом пошло в обратную сторону, и рухнула огромная империя, которую теперь мало кто вспоминает. Османскую империю все помнят? Все помнят письмо, написанное ему казаками. Погибла империя. Начисто. Потом была Австро-Венгерская империя, во время которой откровенно притесняли украинцев, но перегнули палку. И где она теперь? Потом был Третий Рейх. Вроде бы такая мощная и воинственная империя была, что трудно было представить, что ее могло остановить. И все было хорошо до тех пор, пока кому-то в голову не пришло посадить Степана Андреевича Бандеру и его брата в концлагерь. Согласно мемуарам личного программиста-фюрера, Мартин Борман тогда сказал фюреру глухим голосом, «Зря вы, Адольф Алоизыч, не к добру это». Не послушал его фюрер, и где теперь этот Третий Рейх? Там, где и все остальные. Но самое удивительное и тупое происходило с Московской империей. Там тоже решили притеснять украинцев. Сначала это делал царь, и его империя рухнула, а самого его поставили к стенке. Потом то же самое делал Савок, и Савок тоже рухнул. Пришло время полуимперии, полупокера, полупутина. Полупутин, потому что никто толком не знает, он это или нет, живой он или уже не очень. Но вот снова прошел сигнал-предвестник, который можно сравнить со щитом Олега на дверях Константинополя. Как только Путин через ФИФА прямо и конкретно зацепил нас за хорватское слава Украине, мгновенно рухнул рейтинг ФИФА. Как говорят обозреватели, голландские бордели имеют рейтинг в разы выше ФИФовского. В общем, руководство футбольного гастронома вынуждено было сначала закрыть комментарии, потом голосование, где за оценку один из пяти успело проголосовать 156 тысяч человек, около 80% от всех голосов, а потом вообще прикрыли всю конторку и пожаловались в Фейсбук и Всемирную лигу охраны редких животных. Но вот вечером из Москвы пошли сообщения о том, что украинцы обвалили рейтинги Газпрома. Как это сделали, не знаю, ибо на ФИФА было открытое голосование, где автор с удовольствием отметился, а как с Газпромом – неведомо. И вот уже совсем пару часов назад продажный и пропитый российский ЦИК заявил о беспрецедентном обвале рейтинга самого Путина, в чем тоже обвиняют Украину. Между прочим, статистика на стороне таких заявлений. Все, кто связывался с Украиной, особенно империей, вздыхали в муках и кровавых конвульсиях. Тут можно говорить что угодно и приводить всякие аргументы, но Украина – единственная страна, на территорию которой заходили все эти рухнувшие империи. Больше такой страны нет. Ну а с ФИФА и слава Украине все понятно без дополнительных комментариев, так что в Москве еще 10 раз пожалеют, что связались с нами. Кстати, некоторые российские историки в шутку утверждают, что Черное море выкопали украинцы. Однако в каждой шутке есть доля шутки. А пошутили они напрасно, ибо показали свою ограниченность и тенденциозность. Им бы следовало знать, что у наших далеких предков еще до трипольской культуры возникли такие же разногласия с динозаврами, так теперь у них даже спросить никто не сможет, кто их уделал. И в качестве паскриптума по части недавнего хорватского «Слава Украине». На Москве всерьез обсуждается версия о том, что Гагарин на самом деле сказал при первом пилотируемом старте «Не поехали, а слава Украине». Мы подробно изучили эту версию и пришли к выводу о том, что Гагарин не мог этого сказать в принципе. Ее сказал уроженец Житомира Сергей Королев. Когда ракета только оторвалась от старта, Гагарин же ответил «Героям слава». Иначе быть не могло, и ошибочные слухи распространяют люди, слабо разбирающиеся в вопросах украинских традиций, а в Укроборонпроме неофициально подтвердили, что заканчивают изготовление щита, который будет прибит к стене неназванного города. Продолжение следует...